здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами стягин олег и как-то гуляя по просторам интернета в поисках необычных кристаллов был удивлен большим обилием форм схожих с аналогами растительного происхождения а это цветы трава мох грибы плесень деревья плоды это говорит о том что природа не любит изобретать что-то новое а использует одни и те же уже испытанные фрактальные формулы строение всего сущего однако разница между цветами углеродных форм жизни и кремниевых очень велика объединяет их только то что все они растут растение из семечки грибы и спор а кремниевые аналогично из крошечных зерен кристаллов размеров с песчинку это зерно является точкой роста кристалла как магнит притягивает к себе вещества находящиеся во влажной земле структурирует их согласно кристаллической формуле ютюбе и интернете много опытов с химическими веществами показывающими как образуются кристаллы из насыщенного раствора путем добавления катализатора крупинки песчинки того самого зерна также этот способ используется к примеру технологии изготовления жаропрочных лопастей турбин самолета в расплавленном металле запускает реакцию кристаллизации из определенной точки вследствие чего при остывании лопасть получается единым кристаллом кристаллы различаются по составу прочностным характеристикам свету и многим другим свойствам одни растут крайне долго другие буквально после дождя примеру как роза пустыни строительный материал этот гипсовый кристалл берет прямо из песка кристаллы которые растут долго или им повезло с редкими микроэлементами в грунте вырастает чистыми ровными и полупрозрачными а вот из грунта насыщенного простыми веществами вырастает неброские мутные а то и вовсе кристаллы похожи на простые камни примеру траванты и прочие подобные конкреции зачастую они используют для строительства то что их окружает песок землю глину формы у них тоже незатейливые либо сфера либо слоистая структура либо столбы само связующие таких кристаллов является гипс и алебастр иногда он встречается в чистом виде форме слоев или прожилок и выглядит как кристаллы соли это тот случай когда в грунте оказалась благоприятная среда для формирования чистого кристалла после обжига он превращается в обычный гипс который применяют в строительстве отливок различных статуэток и барельефов а далее я предлагаю посмотреть внимательно на кристаллическую форму жизни и сравнить ее с биологической и написать в комментариях что вы думаете по этому поводу а также предлагаю забыть на время нижней догмы и довериться интуиции на этом комментировать я заканчиваю надеюсь вы досмотрите видео до конца и оцените его лайком или дизлайком а также подписывайтесь те кто еще не подписался а на этом все всем до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...